Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. Друзья мои, знаете почему вы можете рассчитывать на то, что через 2 минуты после появления нового танка в игре, вы можете у меня на канале смотреть обзор на эту машину? Все очень просто. Дело в том, что разработчики дают мне эти танки на тестирование еще до того, как вводят в игру и до того, как финально их балансят. Я имею возможность поиграть на машинах, сформировать свое мнение и заранее записать для вас обзор, который публикую сразу, как только танк вводят в игру. Если вы хотите не пропускать обзоры на новые танки и видеть абсолютно честные обзоры на эти машины, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и буду благодарен вам за лайк под данным видео. Спасибо вам большое за благовременно в отношении поддержки моего начинания и развития моего канала. Ну а в этом видео, ребят, мы обсудим с вами Erich Concept 1. На момент, когда вы смотрите данное видео, разработчики уже ввели данную машину в игру, ну а на момент, когда я записываю данный видос, тачки еще в рандоме нет. Ну а если и встречается, то очень редко за рулем сидят тестеры. Так вот, ребят, в отношении Erich Concept, что могу сказать от себя лично? На тесте машина произвела на меня исключительно позитивное впечатление. Я любитель средних танков, но не всех. И вот Erich мне понравился. Понравился тем, что он, во-первых, довольно динамичен, как для среднего танка на 9 левеле. Ну а, во-вторых, тем, что у него действительно круто сбалансировано орудие. Люблю хорошо сбалансированные орудия для того, чтобы во всем они соответствовали тому, для чего они предназначены. 230 пробития говорит о том, что вы должны выцеливать серые зоны, в том числе на дальних расстояниях у тяжелых танков. И, в принципе, вы на это способны, потому что у вас есть 2,9 секунды время сведения, простите, и разброс в 0,330. Играется довольно комфортно и, я бы сказал, даже круто, потому что сводитесь действительно быстро. Орудие обладает немецкой точностью. Да, иногда, конечно, косит, но все-таки это больше открутка от игры, нежели закономерность. Просто для того, чтобы жизнь малиной не казалась. Урон в минуту. 2,5 тысячи он вполне себе реализуем, если будете играть осторожно. Дело в том, что машина особой броней не обладает, хотя некоторые фишки по броне в ней есть. И к этому вернемся чуть позже. Время перезарядки 8,5 секунд. Очень круто. И к нему даже привыкать не надо. Да, играется налегке. Ну и плюс к тому, обратите внимание, что 8,5 секунд КД вы имеете при том, что накидываете целых 360 единиц урона. Что тоже довольно-таки немалый показатель. Стоит отметить, что здесь у нас, ребят, есть угол склонения орудия вниз минус 8. И вот как раз в отношении этого я и говорил. Фишка в танчике и, в частности, по броне все-таки присутствует. Да, сверху сияет огромный вот этот нижний бронелист, который легко пробивается, легко пробиваются борта, башня. Здесь вопросов никаких нет. Но, ребят, здесь есть обалденный приведенный угол брони вот здесь по верхнему бронелисту. И есть вот эта вкладка. Так вот эта вкладка, ребят, имеет неплохую приведенку. И если вы отыгрываете от башни где-нибудь на неровностях, то угол склонения орудия вниз минус 8 довольно-таки крут. Здесь приведенка довольно неплохая, а орудие расположено максимально сверху. И таким образом получается, что за каким-нибудь холмиком у вас видно только орудие. Две части башни с хорошей приведенкой. Здесь тоже неплохая приведенка. Если вот так становиться не будете, тогда пробивать будут, безусловно. Единственная зона, которая действительно требует вашего внимания, это вот эта комбашня. Ее действительно можно выцелить, но опять-таки, если вы не будете стоять на месте, то на средних, а уж тем более на дальних расстояниях, выцелить эту комбашню практически невозможно. Здесь, безусловный картон, вопросов нет. Но в целом, это средний танк, а не тяж, поэтому цепляться к его броне, ну, было бы, я бы сказал, крайне глупым с моей стороны. Да и, в принципе, со стороны любого танкиста, который будет заценивать данную машину. Это все-таки средняк, а не тяж. Ну что, берем машину и поехали посмотрим, на что она реально способна в обычном рандомном бою. Ну что, ребят, давайте будем начинать и тестировать будем машину, как обычно, с обсуждением в отношении ее подвижности и маневренности. По подвижности это средний танк с типичным геймплеем для такого класса техники. Поэтому здесь особо сказать нечего. Могу сказать следующее в отношении как раз вот маневренности. Маневренность у тачки действительно присутствует. Вы вполне спокойно можете менять направление своего движения. Стоит также отметить, что машина бодро сдает назад и вполне себе бодро при этом разворачивается. То есть, делая так называемый полицейский разворот, проблем у вас точно никаких не возникнет. Сейчас дозахватим точку, обождем немножко. Стоять на месте нельзя, потому что могут выцелить комбашенку. Ну и вот теперь откатываемся, ждем пока ребята дадут какой-нибудь засветик. А ребята давать засвет не собираются. Ребята ждут, ждут пока соперники подъедут самостоятельно. В отношении точности орудия, как вы видите, даже без полного сведения, ну неплохо. Неплохо получается попадать. Здесь, как я говорил, периодически, безусловно, косит, как и любые другие танки. Но в целом на точность вы рассчитывать можете вполне спокойно. По времени сведения все очень классно. Как видите, я уже свелся, а продолжаю еще перезаряжаться. Это действительно очень удобно и хорошо, потому что я, допустим, терпеть не могу танки, на которых я сначала перезаряжаюсь, а потом еще продолжаю сводиться. Так, давай, брат. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну вот она, вот она открутка от игры, когда часть прицела попадает в нижнюю часть прицела. Если попадает часть горизонта, то, соответственно, снаряд в горизонт как магнитом притягивает. Я к этому уже даже немножко привык. В отношении скорострельности, как я говорил, 8,5 секунд. Вроде бы может показаться, что долго, но 360 единиц урона это раз. И второе, что к этому времени перезарядки ты абсолютно спокойно, ну не то, что привыкаешь. К нему, блин, даже привыкать не надо. Ты просто садишься и просто играешь. Могу ли я назвать данный танк имбой? Нет, имбой назвать не могу, потому что имбовать тут, в принципе, нечем. Имбаланса, как такового, ни в чем нет. Но этот танк однозначно фанит и доставляет удовольствие, играя на нем. Чего мне не хватает в этой машине? Мне не хватает в этой машине все-таки немножечко, немножечко какой-нибудь брони. Ну, хоть какой-то. И второе, чего мне очень сильно не хватает, того, чтобы эта тачка была либо немножко апнутой на 10 левеле, либо чуть-чуть капелюшечку по альфе понерфлена и спущена до 8 уровня. Все-таки 9 левел не совсем для данной машины. Ну, а так играется довольно неплохо. Когда играете против восьмерок, все, в принципе, на легке. Когда попадаете против десяток, то действительно немножко сложновато, но в целом и десяткам в присутствии союзников можете вполне спокойно давать отпор. В отношении моей результативности, если бы команда продержалась немножечко получше в этом бою, то однозначно была бы победа. Ну, а так просто упрямое первое место по количеству нанесенного урона. Это первый попавшийся бой. И по результатам моего тестирования танков, в основном в нормальных боях, то есть в боях, в которых команда неплохо сыграла, в целом я ни в коем случае не перекладываю какую-то вину на команду и на союзников. Но просто сами знаете эти бои, когда ты стараешься, стараешься, делаешь что-то, а твоя команда вполне спокойно сливается. Такие бои тоже бывают. Так вот, в боях, которые являются противоположными тем, о которых я только что говорил, я вполне спокойно вывозил на данной машине по 2800-3000 урона. И для меня это было, ну, просто обычное состояние данной машины, обычный геймплей и, соответственно, обычные результаты по настрелу. Я не буду агитировать вас, тратить ваши золото или реальные деньги на данную машину. Ну, просто потому что не каждому игроку данная машина подойдет. Да и плюс к тому, я не знаю, каким конкретно образом разработчики сейчас, на момент, когда вы смотрите данное видео, ввели данную машину в игру. В рулетке или, может быть, в контейнерах, или, может, за реальные деньги, или, может быть, в каком-нибудь ивенте. Но в любом случае могу сказать только одно. Машина действительно получилась интересной, но не имбовой. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok